всем привет друзья с вами дима one point это не for speed hit и я думаю что вы помните эту историю про ламборгини уракан spider где мне пришлось убрать с него расширение чтобы машина лучше заходила повороты то есть да в игре где слишком тупорылые копы которые там трамплины убиваются об воду убиваются они учли ширину автомобиля и следовательно и и захождение в повороты или не захождение с тачка слишком широкая это конечно правильно это реалистично но это аркады и честно говоря я даже не думал что ну как бы такие аля законы физики будут здесь работать но как оказалось они работают и мне очень стало интересно а насколько сильно они работают и на каждом ли автомобиле они работают сегодня будем мы это дело проверять но вдруг если вы не смотрели предыдущий ролик то предыдущем ролике был вот этот макларен p1 кстати достаточно дорогая машина в игре вы можете посмотреть насколько по времени у меня получилось проехать нашу тестовую трассу и вообще принципе зацените как я оформил тачку мне кажется она достаточно круто выглядит но а сегодняшний наш подопытный это будет мой любимый nissan 180 sx машина достаточно широка сейчас мы ее сделаем естественно максимал очки прокачаем и конечно же будем смотреть насколько это все будет дело влиять на управляемость широкая автомашина это или не широкая и так естественно нужно последний двигатель почему у меня последний двигатель не куплен я уже умудрился его продать что ли так ну ладно купим последний двигатель и потому что странно на удивление тви 8 который у меня когда-то был он почему-то куда-то испарился видимо я его случайно продал наверное вместе с каким-то из предыдущих автомобилей ладно 254 тысячи давайте до свидания и сейчас в максимал очки прокачиваем этот автомобиль кстати до этого он ни разу не было максимал очках кому интересно характеристики получились у меня с в 8 3 8 литра вот такие 984 лошади из 1000 1010 лошадей логично это если поставить у нас одиночный турбокомпрессор но тогда у нас теряется максимально крутящий момент их слушать а нам этот крутящий момент особые не нужен здесь может это до 1 ночной поставить turbo компрессор давайте одиночный поставим двойной нам все равно особо ничего такого не дает дать еще раз сравним двойной трубы компрессор до максимальны крутящий моментом только дает и так получается разгон суля до сотни 247 максимальный крутящий момент 949 и максимальная скорость 377 километров в час заметьте до характеристики такие же как у макларен p1 и в предыдущей серии итак заходим модификацию сначала мы убираем везде развал можно кстати сделать вообще развал вот такой да чтоб у нас вообще не было развала полностью убираем его а теперь заходим в кузов и нам нужно выбрать крылья такие чтобы у нас был максимальный просвет между колесами и так origin lab очень широко но самое широкое это по ходу дела rocket бани до самый широкий просвет у нас получается или spirit давайте смотреть как-то по пикселям что ли но по ходу самой широкой это rocket бани до самой широкой это rocket бани поэтому здесь мы ставим rocket бани ну и конечно же задние крылья мы также будем ставить сейчас rocket бани потому что нам как я уже сказал нужно чтобы машина была максимально широка и так rocket бани до самый жирный этот этот вот rocket бани у нас колеса получается жирные у нас получается машина очень широкая и следовательно в повороты она должна заходить хуже ну что же все это мы будем сейчас проверять но а пока что погнали на нашу тестовую трассу и заодно посмотрим будет ли это различаться вообще по времени по сути как бы должно да 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 вот да да Продолжение следует... 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 Но при этом, хоть время не меняется, машина управляется реально по-другому Это не сильно заметно, но все-таки это чувствуется Вот капелюшечка где-то вот она в повороты заходит лучше, где-то более резко И, кстати, почему я такое время ужасное поставил? Из-за того, что машина, как я уже сказал, стала более резкая Она, естественно, не такая плавная, как если бы она была широкая Из-за этого тачка начала ставиться еще с большим рвением боком И из-за этого я просрал немножечко время Опять же, если играть на ручной группе передач, этого можно избежать Либо поставить вот эту вот штуку, которая в тюнинге на ходу есть контроль тяги Если ставим контроль тяги, то в принципе дрифт этого должно и не быть Но я как иногда все-таки люблю поездить боком, поэтому я это не включаю В целом, время можно поставить лучше, как я уже сказал Это понятное дело, и я это говорю вообще всегда о видосах То есть время можно еще лучше поставить, но нужно на это потратить больше времени Как бы это странно ни звучало Но миф подтвержден или опровержен? Я что-то заговариваюсь Подтвержден Да, друзья, все-таки если делать тачку шире, машина управляется хуже Если вам нужна четкость, если вам не нужна особая плавность управления То, наверное, все-таки лучше не ставить никакие расширения на машину Потому что тачка при этом становится более плавной Как я уже сказал, во времени вы ничего особо не потеряете Но при этом, если вам нужно управление на максимум от своего автомобиля То лучше расширения не ставить И знаете, я даже заметил вот этот вот момент И я думал, почему некоторые на Porsche 911 не ставят там расширение RVB и так далее А ездят практически на стоковой машине без каких-либо внешних апгрейдов То максимум задний-передний бампер поменяют Вот, вот он и ответ, друзья Так что, да Все оказалось правдой Ну и на этой ошеломительной ноте я заканчиваю Всем огромное спасибо, кто смотрел Не забывайте подписываться на канал Нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики И, конечно же, ставить большой палец вверх Просто вот за вот эту вот прекрасную машину, допустим Смотрите, без обвесов она реально какая-то стала тухленькая Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok